Перенос альфа-тестирования CorePunk, грандиозный скандал в Throne and Liberty, а также возвращение Activision Blizzard в Китай. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту в нашем еженедельном выпуске, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Однако в начале, а мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает проект Uvov. Uvov это первый в истории игровой индустрии приватный мир World of Warcraft в версии Mists of Pandaria. В прошлом году разработчики предприняли попытку запустить цикличный сервер, который будет способен переходить с одного дополнения на другое, однако потерпели фиаско. Спустя год команда доработала имеющееся упущение и готова представить на суд общественности новый мир в версии X5. Впереди вас ожидает поэтапный выход всего существующего контента дополнения в течение двух лет. Монофракция, которая позволит объединиться двум фракциям в одну группу для успешного прохождения всего существующего контента. Рейтинги X1 на все кроме опыта, что полностью исключает фактор инфляции. Щадящая система монетизации, не требующая вложений для комфортной игры. А также настоящая новинка, хардкорный режим с одной жизнью. За прокачку в котором вам полагаются беспрецедентные призы. Релиз 19 января 2024 года. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. Сервер Uvov ждет вас. Удачи! Здорово гладиаторы! Мы долго ждали и вот наконец разработчики объявили, что следующее классическое дополнение World of Warcraft Cataclysm выйдет одновременно во всем мире в 01.00 по MSK 21 мая. Также разработчики сообщили, что уже 1 мая выйдет припатч, а значит появится возможность создать новые расы воргенов и гоблинов. Появятся новые комбинации расы класса, новая профессия археология, трансмагрификация, конечно же. А с запуском Cataclysm Classic 21 мая игроки смогут начать свое путешествие по новым локациям, среди которых гора Хиджал и Вайшир, подняться с 80 по 85 уровень, а также посетить новые подземелья и рейды, сразиться в PvP в Толбараде и углубиться в секреты ярмарки Новолуния на острове Новолуния. Напомню, что в момент выхода предварительного обновления Cataclysm Classic многие предметы и достижения из вот ЛК Classic станут недоступны. Не упусти возможность лутануть стремительного зулянского тигра. Удачи! The Elder Scrolls Online в этом месяце исполняется 10 лет, и в честь этого события компания ZeniMax приняла решение провести специальные внутриигровые, а также вполне себе реальные события. Первой частью этого грандиозного праздника стало мероприятие в Амстердаме с круглыми столами, а также с тендами разработчиков. В качестве же виртуальной программы команда приготовила специальные юбилейные квесты, а также увеличила количество опыта, получаемого всеми игроками серии на 100% до самого его завершения, которое пройдет 23 апреля. Кроме этого, команда ввела специальные подарочные коробки с особыми улучшенными наградами, призванными подчеркнуть важность этой даты не только для разработчиков, но и для обычных игроков. Благодаря аудиторскому отчету SmileGatorPG за 2023 год стали известны финансовые результаты MMORPG Lost Ark. Суммарные продажи достигли отметки в 523 миллиарда 744 миллиона южнокорейских вон, что в эквиваленте составляет 384 миллиона долларов США, а это на 29% ниже, чем было в 2022 году. Продажи в Южной Корее снизились на 31,8% и составили 280 миллионов долларов. Продажи за рубежом принесли разработчикам 104 миллиона, что на 19,6% ниже, чем в 2022 году. В пояснении указано, что это роялти получено от издателей MMORPG Lost Ark за пределами Южной Кореи, а именно Amazon Games, Tencent, GameOne, Astrum и HappyTook. Что интересно, согласно последнему параграфу, в 2022 году один из партнеров принес разработчикам 166 миллиардов 153 миллиона вон из общей суммы 177 миллиардов от всех зарубежных издателей. А в 2023 году уже два партнера обеспечили доход в 134 миллиарда вон и 142. При этом важно понимать, что летом 2023 Лос-Тарк вышла на внутреннем рынке Китая, где соскала невероятную по меркам серии популярность, которая с лихвой перекрыла проблемы игры в Японии, из которой она ушла в марте этого года. Star Citizen выпустила ограниченную по времени миссию, основанную на инициированных игроками в войнах в Джамтауне из обновления Alpha 3.16. В нем появилась скрытая лаборатория по производству наркотиков, которая привлекла игроков со всей галактики для несанкционированного хаоса. Это же столкновение, в свою очередь, привело к вечному перетягиванию каната между разбросанными группировками и героями за контроль над аванпостом. Новая командная миссия черпает вдохновение из упомянутого события и ставит перед игроками задачу собирать пакеты с наркотиками из меняющихся локаций и доставлять их либо в порт Лео для законопослушных игроков, либо на торговый пост для внезаконников, чтобы заработать внутриигровую валюту. Миссия доступна только до 16 апреля, так что вам лучше поторопиться. Эти контрабандные посылки сами себя, как вы понимаете, не доставят. На этом моменте возьмем небольшую творческую паузу для важной новости. Дело в том, что канал продолжает активно развиваться, но, к сожалению, контент, не связанный с MMORPG жанром, на нем пользуется весьма ограниченной популярностью. Логично, что это связано с низким интересом аудитории к проектам из других категорий, в условиях, когда подавляющее его количество выходит именно по массовым онлайн-играм. В связи с этим, чуть больше месяца назад было принято решение завести второй канал, на который перебралась самая популярная рубрика «Стоит ли покупать?», в которую мы беспристрастно разбираем все достоинства и недостатки выходящих новинок, определяя целесообразность их приобретения. Канал активно развивается, и на нем уже вышло несколько новых роликов, которые могут показаться вам любопытны. Юмора, к сожалению, не завезли, но вот с матчастью все достаточно неплохо. Так что, если подобный формат вам интересен, можете заглянуть по ссылке в описании, посмотреть новый ролик и при желании подписаться. На этот канал, кстати, тоже подписываться не забывайте, а то рискуете пропустить следующие новости. На прошедшей неделе в Albion Online началось открытое бет-тестирование европейского игрового мира. В ходе него все желающие могут посетить сервер и проверить его готовность к будущему релизу. Кроме этого, пользователи в течение всего времени его действия получат бесплатный премиум статус, 2000 очков обучения, плюс 100% к славе при собирательстве и прочих ПВЕ-активностях, плюс 200% к ресурсам и серебру с монстров, а также сокращение веса ингредиентов на 66%. Дополнительно, пользователи, которые посетят это мероприятие, могут рассчитывать на уникальную косметическую награду, комплект дуэлянтов, в который входят сапоги, плащ, шляпа и броня, а также транспорт рысь и соответствующий титул. Найт Кроуз на западе продолжают привлекать довольно высокое внимание игроков, а поэтому в Вимейд поспешили анонсировать специальное событие в честь приближающейся годовщины запуска проекта. Разработчики сообщили, что для Азии она кажется особенной, ведь в честь нее откроется доступ к новому классу, охотнику. Вопреки вашим ожиданиям, герой не будет сражаться на дистанции, а наоборот продемонстрирует свои возможности при сражении в ближнем бою, ведь его предметом вооружения станет рапира с молниеносными атаками. Ожидать его появления стоит уже 25 апреля в Южной Корее и, вероятно, вскоре после этого на западных серверах. Wayfinder вышел в стадию раннего доступа еще в августе прошлого года, но не сыскал ни успеха, ни славы. Игра получила множество негативных отзывов, касающихся как неудачного запуска, так и проблем с игровым процессом, среди которых практически полное отсутствие контента, а также откровенно неудачные обновления, которые привносили минорные изменения, практически не сказывающиеся на интересе к проекту. Как следствие, игроки начали массово покидать это MMORPG, и если в начале онлайн достигал отметки в 50 тысяч активных игроков, то сейчас он едва ли доходит до одной сотни. В ноябре 2023 года было объявлено, что Wayfinder лишился издателя в лице Digital Extremes, а игру будут распространять сами авторы. Примерно в то же время стало известно о приостановке разработки нового контента, и переносе дат перехода на Free-to-Play. Теперь же студия Airship Syndicate решила действовать более радикально. В новом письме разработчики сообщили о том, что собираются внести значительные изменения в Wayfinder. Подробно о них обещают рассказать в ближайшие несколько недель, а пока игра была изъята из продажи. Все пользователи, которые уже успели купить наборы основателя, могут продолжать играть и дальше, поскольку сервера закрывать никто не планирует. На данный момент неизвестно, когда именно игра вернется в цифровые магазины, но предполагается, что этот процесс будет сопровождаться своеобразным перезапуском серии. Airship Syndicate уже несколько месяцев намекали на некое масштабное обновление, которое должно воодушевить преданных фанатов и вдохнуть вторую жизнь в их детища. Однако его запуск постоянно откладывается из-за проблем с правами, которые продолжали находиться в руках Digital Extremes. Возможно, их трансфер подошел к концу, и с публикацией подробностей ситуация наконец прояснится. Бит Перформер Разработчики MMORPG Blue Protocol представили новый необычный класс для японской версии, получивший название Beat Performer. Это класс поддержки, который используют в качестве оружия электрогитару, исполняя разнообразную музыку для восстановления здоровья и накладывания положительных эффектов на союзников. Также у него есть специальная шкала, увеличивающая атаки и навыки при заполнении. Новый класс Beat Performer появится в японской версии уже в этом месяце, 24 апреля. Сами же Bandai Namco намекнули, что они хотели создать достаточно классического варда, коих можно встретить в других франшизах, но снабдить его предметами несвойственными, дабы он больше соответствовал духу франшизы. Получилось ли? Узнаем совсем скоро. В апреле должен состояться запуск нового MMORPG под названием Abyss Online, о чем мы уже говорили в прошлых новостных выпусках. Сейчас же разработчики из Old World Labs официально открыли свои игровые миры для проведения публичного бета-тестирования. Скачать игру можно в рамках платформы Steam, но получить доступ, если вы не подавали заявку на сегодняшний день, невозможно. Его выдали только тем, кто подавал заявки на тесты ранее. Тем не менее, вы можете запросить его через официальную страницу, упомянутую в магазине, и через какое-то время обязательно его получите, ведь команда будет периодически запускать всех, кто решит присоединиться к пользователям на тестировании. С другой стороны, для спешки нет больших причин, ведь ранний доступ Abyss Online состоится уже 18 апреля, а это уже на следующей неделе. Главная трагедия уходящей недели — это, конечно же, перенос предстоящего альф-тестирования CorePunk. В феврале представители Artificial Core опубликовали внушительного размера статью, в которой пролили свет на новые механики, которые получат игра и которые смогут попробовать на вкус пользователи. В ней же содержалась информация о дате проведения следующего этапа альф-тестирования, которое должно было распахнуть двери для всех желающих. Указывалось, что оно пройдет 23 апреля и будет длиться целую неделю. Тем не менее, что-то пошло не так, и команда с прискорбием сообщила, что они не успевают с полировкой новых систем, а поэтому тест отодвигается на целый месяц. Новой датой было назначено 27 мая. Также в новой статье было упомянуто, что разработчики понимают все разочарования, которые могут испытать пользователи, а поэтому в ближайшее время выйдет несколько новых роликов. В них будет подробно рассказано про новые системы, готовящиеся к запуску, что должно сделать ожидание еще более томным. В Tron & Liberty неоднократно вспыхивали скандалы разного характера. Боты, использование игровых ошибок, несанкционированный доступ к аккаунтам игроков, экономический провал проекта в Южной Корее, приближающийся банкротство NCSoft и многое другое. Все это является неотъемлемой частью флера этого проекта. Однако особняком держалась проблема сторонних программ, дающих преимущество персонажу. Обсуждение данного вопроса обычно велось без демонстрации возможности стороннего софта, а NCSoft заверяла, что пристально следит за ситуацией. Это продолжалось несколько месяцев, но одному южнокорейскому пользователю это, по всей видимости, надоело, и он наглядно продемонстрировал проблему. Следствием этого стала публикация ролика, наглядно демонстрирующего, что навык защиты идеально срабатывает без вмешательства игрока. В длинном посте на одном из корейских форумов, автор материала поведал, что приобрел программу в дискорд сервере, которую нашел через поиск в гугл. После этого он просто записал скрипт с нужным его функционалом в txt-file, запустил приобретенную программу и игру, а после этого убедился в работоспособности всех возможностей. Также, по его словам, существуют макросы для перемещения по миру Tron & Liberty, выборов цель как монстров, так и других игроков, а также использование навыков персонажа. Можно даже использовать навыки для восстановления очков здоровья ваших союзников. Человек, продемонстрировавший видео и скриншоты, не призывает и не рекламирует использование подобных программ. Его целью было лишь показать и доказать, что подобный функционал существует, а судя по переписке в дискорд сервере, попытки привлечь внимание к проблеме с его стороны продолжаются еще с января месяца, и лишь появление ролик в сети оказало хоть какое-то влияние на разработчиков. К слову про них. После данной публикации на официальном форуме и на разных игровых форумах, пользователи пришли в ярость и стали шутить над качеством работы компании NCSoft, а также отпускать различного рода язвительные высказывания о заслуженном банкротстве, которое может произойти уже в самое ближайшее время. Разработчики же в свою очередь опубликовали в конце уходящей недели сообщение, в котором пообещали тщательно разобраться в ситуации и наказать всех пользователей, прибегнувших к использованию данных макросов. И наконец новость, которая точно не оставит вас равнодушными. Activision Blizzard при активном посредничестве Microsoft удалось согласовать с NetEase возвращение игр компании в Китай, спустя полтора года после их изгнания из страны. Данное событие запланировано уже на предстоящее лето, и вместе с ним местные пользователи получат доступ ко всем играм компании, среди которых World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Diablo 4, StarCraft 2, а также более старой частью упомянутых серий. В качестве компенсации, Xbox согласилась предоставить свои издательские услуги и мощности разработки для издания игр NetEase на их собственной консоли, а также других устройствах по всему миру. Кроме этого, по всей видимости, китайский гигант получил компенсацию по шести судебным искам, которые были адресованы Activision после закрытия ее проектов в регионе. Причиной их возникновения стал отказ западной компании компенсировать местным игрокам потерянное игровое время и приобретенные продукты, хотя эти обязательства были прописаны в соглашении между компаниями. В итоге, NetEase пришлось самостоятельно компенсировать пользователям почти 300 миллионов долларов. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok